Новыми дорогами к завораживающим вершинам. Виноградники Гайкадзора – еще неизведанное направление в туристической отрасли края. Можно сказать, Юрию Полякову проводят эксклюзивную экскурсию через демонстрационный зал по атмосферным коридорам винодельни, где хранится вино премиум-класса. Редкие сорта, достаточно редкие. Мы их мало делаем. Сорта нередкие, и мы их делаем чуть-чуть побольше. Но ценовая политика. Ценовая политика – два раза разница. Это вино должно стоить на полке магазина 350-370 рублей. Мы считаем, что это демократично, адекватно. Это вино, если бы оно попало на полке магазина, оно иногда попадает, то оно бы стоило в районе 650-700 рублей. Предприятие образовано в 2004 году. Если в первые годы усилия были направлены на возрождение виноградников, строительство винзавода и выпуск вин, то сейчас собственники взялись за развитие туристического направления. И говорят, что массовым и избитым их объект точно никогда не станет. Возрождение производства полным ходом идет на винзаводе «Лоза». Так теперь называется бывшая русская «Лоза». Обанкротившееся когда-то предприятие вернули к жизни инвесторы. Генеральный директор Александр Хаптхиров рассказывает исполняющему обязанности главы Анапы Юрию Полякову, как начался первый сезон переработки винограда, на какие мощности вышло сегодня предприятие, что в перспективе. Кроме того, что виноградарство и виноделие развиваются в крупных предприятиях, также большое внимание администрации краевой и администрации муниципального образования уделяется развитию именно малых форм хозяйствования. Здесь наши основные направления – это животноводство, садоводство и виноградарство. Также появляются новые объекты. Те объекты, которые занимаются виноделием и виноградарством, мы не только в этом направлении работаем, но и работаем в том, чтобы их продвигать как агротуристическую тему, чтобы наши гости, жители города могли всегда приехать, посмотреть, как это происходит на малых предприятиях, попробовать замечательную, качественную, экологическую, чистую продукцию и посмотреть, как это все происходит. Главное в обоих примерах – это новый импульс для экономики Анапы. Рабочие места для людей, налоги в бюджет, имидж города-курорта, как инвестиционно, так и туристически привлекательного региона.